Здравствуйте! На портале Экзегет Тру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа «Да будите сынами Отца вашего Небесного». Эти слова повторяются в Евангелии от Матфея в 5 главе, в 45 стихе, в контексте Нагорной проповеди, но также в Евангелии от Луки. От того, что два евангелиста повторяют эти слова немножко в различных обстоятельствах, говорит о том, что изначально это речение Христа существовало самостоятельно. И поэтому тот, кто его слышал применительно к обстоятельствам своей жизни, также и передавал своим ученикам. То есть, в Евангелии от Матфея это предписание связано с обязанностью ученика быть добрым, творить благо даже тем, кто тебе причиняет зло, кто тебя ненавидит. В Евангелии от Луки образ небесного сыновства означает творить добро тем, кто не может вас отблагодарить. Если Евангелист Матфей говорит о людях злых, нечестивых, о врагах, Евангелист Лука говорит о людях, которые не могут тебя достойно отблагодарить. И поэтому это добро должно быть бескорыстным, добро, которое ничего не ожидает взамен. И это говорит нам о том, что слова Христа не должны быть мертвой буквой, они всегда должны звучать в нашем сердце, находя отклик, исходя из обстоятельств нашей жизни, может быть, особенностей нашего характера, наших слабых или сильных мест. И, исходя из этого, слова Христа обретают какое-то новое и подлинно живое звучание. Во-первых, нам может показаться очень непривычным это выражение «стать сынами Отца Всевышнего». И здесь оно сформулировано не в форме повелительного наклонения «будьте», но в форме будущего времени. «Да будете, вы станете сынами Отца вашего небесного». Значит, первое сомнение, которое возникает, что такое сыновство. Потому что в нашем языке слово «сыновство» прежде всего связано с биологическим деторождением. И поэтому возникают самые разные недоразумения. Разве можно родиться сыном, а потом перестать им быть? Или наоборот, не будучи сыном, стать сыном? И здесь возникает интересная проблема, потому что она особенно ярко ощущается, когда мы общаемся с людьми других религий. Например, однажды меня попросили объяснить молитву «Отче наш» мусульманам, которые интересовались христианством. И я был уверен, что для людей, которые воспитаны в патриархальных традициях, где авторитет Отца семьи имеет такую силу и звучание, молитва «Отче наш» найдет живой отклик. Но вдруг открывается, насколько мусульманам трудно назвать Бога Отцом. И так было всегда. Почему? Потому что слово «Отец» в их сознании прежде всего откликается с образом биологического отцовства и деторождения, отношениями по плоти. И поэтому любой словесный образ, любой намек, любая метафора, которая может быть истолкована как какие-то плотские отношения, как физическое деторождение, конечно, воспринимается ими как кощунство. Бог един, у него не может быть детей, то есть не может быть биологического потомства. Кстати, та же самая проблема возникает и у нас. Почему иногда слово «рождение» мы не воспринимаем, потому что в устах Христа оно имеет совершенно другое звучание, чем в нашем языке. Нам трудно отстраниться от биологических отношений и процесса рождения. Поэтому для того, чтобы объяснить смысл, нужно людям других культур прежде всего передать, что отцовство в мире Ветхого и Нового Завета – это не биологическое отцовство, это прежде всего юридическое, если хотите. Отец – это не тот, кто биологически является родителем, но тот, кто дает ребенку свое имя, свой покров. И благодаря этому ребенок может занять подобающее место в обществе, чтобы ребенок стал частью народа Завета, у него должна быть генеалогия. Если ее нет, то ему нет места среди людей. И, разумеется, любой обычный ребенок имеет своих биологического отца и мать. Но, может быть, вы уже встречались с такими ситуациями, когда в документах о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк. То, что для традиционного понимания совершенно немыслимо, потому что отец – это тот, кто дает свое имя, кто дает свое покровительство. Точно так же, как праведный Иосиф является отцом Иисуса Христа в глазах его народа, и это чрезвычайно важно. И если мы понимаем именно так отцовство, то тогда и молитва «Отче наш» становится совершенно приемлемой для всех и, может быть, более правильно понятой. Поэтому в этой заповеди «Стать сынами» речь идет не об усыновлении, как мы с вами себе представляем, усыновление ребенка, взятого из детдома или оставленного своими родителями. Может быть, интуитивно здесь подразумевается идея быть настоящим сыном, как в какие-то недавние времена, быть верным последователем, чтобы своим поведением, своими поступками доказать, что ты достоин, носить имя отца, способен продолжать дело отца, традиции семьи. Но здесь, конечно, речь идет о тех, у кого существуют доверительные отношения с отцом, кто нелицемерно любит Бога, кто не является ему чужим. В отличие от наемников или прислуги, которые живут в доме отца, но она никогда не в курсе событий семейной жизни, она мало интересуется тем, что происходит в сердце отца, в сердце хозяина. Сын является полной противоположностью. Итак, для того, чтобы по-настоящему понять слова Христа, их нужно пропустить через себя, чтобы они действительно проникли в самые глубины нашего сознания и пробудили какую-то новую мысль. Именно поэтому Слово Божие называется хлебом. Дело в том, что мы привыкли жить в мире, где слова, визуальные образы, виртуальная реальность живет какой-то своей жизнью, и мы даже не замечаем, насколько мы обесчеловечиваемся, потому что мы настолько привыкаем, что слова – это слова, а мысли – это совсем другая история, что нам трудно себе представить, что Слово может быть хлебом. Точно так же, как физическая пища нас питает, мы ее перевариваем, усваиваем, она становится нами, она нам дает жизнь. Точно так же и Слово, которое дает Бог, оно переворачивает душу, оно усваивается, оно становится твоей плотью. И именно так понимают Священные Писания люди, которые живут внутри религиозной традиции. И, может быть, самое интересное – это то, что эта грамматическая форма будущего времени содержит в себе намек на то, что Бог всегда впереди. Опять же, мы живем в мире, где психологи нас скорее приучают к тому, что проблемы нужно искать в прошлом, и все расстройства, которые у нас возникают сегодня, обязаны своим происхождением, каким-то потрясением в нашем прошлом. Давайте покопаемся, переворошим прошлое, и мы найдем, может быть, ответ на наши вопросы. Но Библия рассуждает совершенно иначе. Все ответы содержатся в будущем. И поэтому Бог – это не тот, кто был вчера, это тот, кто есть всегда, но прежде всего тот, кто грядет. И здесь мы видим удивительную параллель. Форма будущего времени пересекается с тем именем, которое из Неополимой Купины сообщается Моисею – Аз Есмь. Один из возможных переводов на современный русский язык означает «иди, и ты узнаешь, кто я есть». Имеется в виду «ты увидишь в будущем, кто я есть». Я буду тот, кто будет там, где будешь ты, рядом с тобой. Бог – это тот, кто открывается в будущем, кто нас ждет впереди. Поэтому наше сыновство – это всегда то, что в нас раскрывается и окончательно может совершиться где-то в самом конце пути. И с практической точки зрения, что мы должны делать для того, чтобы быть или становиться сыновьями небесного Бога Отца, возникает очень интересный прием. Очень часто говорят о подражании. И здесь возникает недоумение. Дело в том, что большинство слов в нашем языке имеет свое светлое значение, светлую сторону и темную сторону. И поэтому со словом «подражание» то же самое. Первое, что нам приходит на ум, это, конечно, некая имитация, когда нужно симулировать, изображать из себя того, кем ты не являешься, играть в театр. Но в Библии совершенно не об этом говорится. Опять же, об этом любят говорить современные психологи. Симулируй благополучие и станешь благополучным. На самом деле это так не работает. И поэтому для традиционного сознания это абсолютная бессмыслица. Но там есть другой образ подражания. Потому что, как минимум, нужно сделать над собой усилие для того, чтобы повторять какие-то жесты, если ты ученик, который совершает твой наставник. Это совершенно справедливо в области обучения, овладения мастерством, искусством, в спорте. Делай так, как делает твой наставник, учитель. Делай максимально точно. И тогда ты тоже овладеешь этим мастерством. Поэтому здесь Господь говорит ученикам, как и Отец возлюбил Меня, так и Я возлюбил вас. Здесь идет подражание не просто какое-то внешнее, но внутреннее продолжение того действа, которое совершает Отец. «Вот заповедь моя, любите друг друга, как Я вас полюбил». И, конечно, здесь речь не идет о том, что нужно заразиться какими-то эмоциями или соблюдать какие-то внешние правила приличия. Но здесь говорится о каких-то конкретных проявлениях любви, которые находят свои проявления и во внешних жестах. Например, что для Христа означает «возлюбить до конца». Это означает умыть ноги своим ученикам. Поэтому в Евангелии от Иоанна говорится, «Я дал вам пример, чтобы, как Я делаю, то и вы делали». И, может быть, другое место в Новом Завете, где слово «подражание» становится еще более интересным и ярким, конечно, когда апостол Павел говорит, «подражайте мне, как я подражаю Христу, будьте подражателями моими, как я являюсь подражателем Христа». И, конечно, здесь речь идет не о какой-то внешней имитации. В XIX веке оберпрокурор Священного Синода Победоносцев перевел очень популярную книгу, которая так и ознаглавлена, «Подражание Христу». Для него это было самое выразительное и интересное наставление в духовной жизни. Подражать Христу и есть основополагающий закон духовной жизни в той мере, в какой ты действительно должен овладеть каким-то мастерством. Но к этому еще должно быть приложено и сердце. И, наконец, может быть заключительный момент, который всегда очень интересно видеть в языке евангелистов, что в их языке конкретно означает это сыновство. Для евангелиста Луки стать сыновьями это означает стать сострадательными. Он потребляет слово «будьте милостивы» или «милосердны». Когда современный человек слышит слово «милостивый», первое, что приходит на ум, это означает подавать милостыню. Но это не совсем так. Это слово содержит в себе образ материнской утробы или просто какой-то живой человеческой утробы, которая способна испытывать чувства, и если она видит страдания другого человека, то все в тебе содрогается, сжимается. И этот образ эмоционального потрясения, может быть, эмпатии, из которых совершаются и конкретные поступки, дела милосердия. Поэтому для евангелиста Луки «будьте сыновьями» это означает «будьте милосердны», как Отец ваш Небесный. Может быть, другое, не менее интересное, прилагательное употребляет евангелист Матфей, там оно связано со словом «совершенство». Но в его языке слово «совершенство» очень близко по значению с выражением «достигнуть цели». И поэтому, может быть, их нужно истолковать «будьте состоявшимися людьми», «будьте настоящими вполне людьми», «завершенными в себе». И это немножко созвучно с тем, как в книге Левит нравственные предписания мотивируется напоминанием о святости Бога. Ты не будешь совершать какие-то недостойные поступки, потому что Господь свят. Конечно, слово «совершенство» кажется холодным и бесчувственным, но если его понимать в смысле некой завершенности, как завершенный труд, как состоявшийся человек, мы как раз понимаем тот самый образ, который имеет в виду Господь наш Иисус Христос. И может быть лучшее, что мы можем сделать уже сейчас, как минимум испытывать это желание, это стремление, быть как Отец Небесный, исходя из того, что мы несем в себе эту способность быть сострадательными, быть щедрыми, быть добрыми. И однажды это достигнет какого-то совершенства, принесет новые и удивительные плоды в жизни. На портале Экзагет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Экзагет.ру Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Экзагет.ру 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 Экзагет.ру